Юные экологи выиграли грант Минэкономразвития Самарской области на озеленение Дендропарка. Благодаря им там появилось 50 кустов и деревьев. Также школьники приняли участие в проекте Эко-Кейс Лаб, который стал победителем грантового конкурса «Химия добра» от Тольятти Азот. Для них была организована экскурсия по дендрарию. Подробности в нашем следующем сюжете. В эко-содружестве состоят только активные и неравнодушные ребята из 13 школ города. Недавно детско-молодежная организация выиграла грант Минэкономразвития Самарской области на посадку 50 деревьев и кустарников в Дендропарке. Это мероприятие решили совместить с реализацией другого проекта. Призера конкурса социальных инициатив «Химия добра» Эко-Кейс Лаб. На протяжении последних пяти лет, в такой прекрасный день, мы каждый год высаживаем декоративные, интродуцированные растения. Здесь, конечно, идет большая просветительская работа. Химическое предприятие «Тольятти Азот» выделило грант «Эко-содружество» на покупку выездной экологической лаборатории. Благодаря этому оборудованию ребята могут измерять скорость и направление ветра, температуру, влажность воздуха и многое другое. Нам рассказывали, как смотреть за облаками, показывали картинки, какие облака бывают, рассказывали, как брать замеры воздуха, насколько грязный воздух здесь, показывали, как проверить шум, как измерить этот шум. И это было полезно в плане того, чтобы узнать, как вообще это все влияет на человека. «Эко-кейс-лаб» включает в себя не только исследовательскую работу. Это и позитивный флешмоб, направленный на объединение ребят, а также познавательные экскурсии по дендропарку. Хотелось бы вообще выразить благодарность «Тольятти Азоту» за то, что уже не первый год проводятся такие экологические конкурсы. Мы практически постоянно в них участвуем по возможности. И, соответственно, те средства, которые нам удается выиграть, направляем именно на реализацию своих экологических идей и проектов. И, соответственно, школьники еще лучше и всесторонние узнают экологическую обстановку. И мне кажется, что если человек сам посадил дерево, то, скорее всего, он уже его не сломает, не сожгет, и лишний раз под ним мусорить не будет. И мне кажется, что даже эффективнее давать такое оборудование школьникам, чтобы они приобщались. И когда они вырастут, приводили своих детей точно так же сажать деревья, как они в свое время. Проект «Эко Киесла» позволяет ребятам в игровой форме получить знания в области экологии, биологии и метеорологии. А самое главное – привить им трепетные отношения к окружающей среде. Юлия Владимирская, Михаил Цуркин. Новости Тольятти.